Здравствуйте! Вы смотрите программу «13 этаж» и наш гость сегодня – руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. Александр Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы начать с темы, которая буквально взорвала интернет недавно, это очереди за абонементами бассейн Норт-Арены. Действительно, все видели эти фотографии, очереди гигантские. С одной стороны, хорошо, большой интерес к спорту, и мы знаем, что бассейн на Сульфате находится на реконструкции, а в Новодвинске введены возрастные ограничения. С другой стороны, очередь нужно ликвидировать. Будут ли строиться новые бассейны, и что касается Норт-Арены, будет ли введена система электронной очереди? Да, действительно, очереди были. Это еще раз подтверждает, что спорт в Архангельске и плавание, в частности, пользуются большой популярностью. Действительно, по сравнению с прошлым годом, мы предприняли ряд мер, увеличили мощности по продаже абонементов. Этого, как выяснилось, было недостаточно, и в планах у нас на следующий год ввести систему электронной продажи абонементов. Это будет система дополнена, разбавлена с обычной системой продажи абонементов, чтобы люди, у которых нет доступа к интернету, также приобретали абонементы в кассах. Естественно, бассейнов у нас в Архангельске не хватает. Мы это прекрасно понимаем и предпринимем все усилия для того, чтобы в городе Архангельске, в том числе, появлялись новые спортивные объекты, в частности, бассейны. Безусловно, бассейны пользуются спросом и будут востребованы жителями нашего города. Говоря о массовом спорте, о доступной спортивной среде, мы видим, что в больших городах, чуть ли не в каждом дворе, есть тренажерные площадки для занятий. В Архангельске тоже они начали потихонечку появляться, но будут ли сделаны действительно глобальные какие-то шаги, предприняты глобальные меры для того, чтобы спортивная среда стала по-настоящему доступной и открытой? Уже пятый год реализуется на территории Архангельской области так называемый губернаторский проект по строительству ста плоскостных сооружений, по строительству, ну, попросту говоря, спортивных площадок. Этот объект, этот проект стал так популярен, что уже по состоянию на сегодняшний день мы построили более 130 спортивных площадок и не собираемся останавливаться на достигнутом, не собираемся закрывать этот проект, он будет дальше жить, он будет набирать обороты. В этом году на территории Архангельской области построено будет и уже построено более 30 спортивных площадок. Это универсальные площадки, это площадки для ГТО, это площадки для баскетбола, волейбола, футбольные поляны. То есть это совокупность спортивных объектов, которые позволяют заниматься любителям спорта по всем у нас здесь в регионе развивающимся спортивным направлениям, спортивным дисциплинам. Что касается крупного строительства, мы также работаем с Министерством спорта Российской Федерации, чтобы крупные спортивные объекты попали в федеральную программу по развитию спорта. И вот в ближайшей перспективе, в ближайшем будущем у нас в планах построить фок в городе Архангельске, он безусловно нужен. Фок в Северодвинске, фок в Коноше. То есть вот три крупных спортивных объекта мы запланировали. Также у нас в планах в городе Онегия начать строительство лыжероллерной трассы. То есть это тоже центр подготовки спортсменов по зимним видам спорта. Зимой в Онегия хорошая лыжня, хорошая трасса. Летом будет возможность у ребят заниматься лыжероллерами. В Северодвинске также мы планируем построить крупный скалодром. То есть этот вид спорта тоже набирает популярность, востребован. Работаем над тем, чтобы этот объект появился в Северодвинске. Но лыжероллерная трасса возводится и в Малых Карелах. Что это за проект, когда мы уже увидим его результаты, для чего она возводится? В рамках развития спортивной инфраструктуры, в том числе и Приморского района, города Архангельска, у нас осуществляется ряд мероприятий. На стадионе в Малых Карелах мы летом начали строительство лыжероллерной трассы. Это будет круг полтора километра с особыми рельефными условиями, с поворотами, со специальным уклоном. То есть эта трасса будет, современная трасса, она будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются к виду спорта. И открытие состоится этого объекта в октябре текущего года. То есть если еще погода будет позволять, то все любители этого вида спорта смогут опробовать трассу уже в текущем году. Будем ждать открытия. Сейчас очень много говорится, в принципе уже делаются конкретные шаги для создания доступной среды для людей с инвалидностью. И вот буквально на днях в Архангельске открылась площадка для пара воркаута. Давайте расскажем прежде всего, что это такое, что это за вид спорта, пара воркаут, что это за дисциплина. И сколько таких площадок еще будет построено в регионе? Хочу начать с того, что направление по адаптивному спорту в Архангельской области стало развиваться совсем недавно. То есть у нас создано при агентстве специальное профильное учреждение, Центр развития адаптивного спорта, который и осуществляет развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках деятельности этого центра и агентства по спорту, и областного правительства, также при содействии корпорации развития Архангельской области, акционерного общества «Севералмаз» был придуман и воплощен в жизнь социальный проект, очень серьезный социальный проект. На территории первой общеобразовательной школы в городе Архангельске была построена одна из самых больших у нас в стране площадка для занятий параворкаутом, воркаутом. Также там присутствуют иные спортивные элементы, в том числе для сдачи норм ГТО. То есть воркаут или параворкаут – это, попросту говоря, уличные тренировки, тренировки собственным весом, тренировки с использованием брусьев, скамеек, турников. То есть здесь и лица с ограниченными, люди с ограниченными возможностями, и обычные спортсмены или люди, которые любят физкультуру, могут заниматься абсолютно бесплатно. Это современный объект, он сертифицирован, и площадка будет открыта для всех желающих круглосуточно. А перспективы есть? Будут ли еще такие площадки? Да. Вообще у нас в задумках территорию первой школы сделать, скажем так, пилотной территорией для развития адаптивного спорта. Там на базе первой школы появится направление по работе с людьми с ограниченными возможностями. Там мы планируем на территории школы оборудовать спортивный зал и укомплектовать его тренажерами тоже для этой категории граждан. То есть мы начинаем делать такой социальный кластер для того, чтобы развивался адаптивный спорт. Не могу не спросить вас про главный бренд Поморья, команду Водник. Будут ли ребята бороться за медали чемпионата России? Да, безусловно. Водник – это наша гордость. Мы поддерживаем эту команду. Правительство Архангельской области очень сильно оказывает поддержку команде. В этом сезоне мы сформировали очень сильную команду. Будем бороться за золото чемпионата России. И уже в этом месяце у нас начинают, стартуют отборочные игры. Ребята выезжают на соревнования и уже будем двигаться к медалям. Новость последних дней. На базе регионального спортивного центра создается детский клуб «Водник». Означает ли это, что команду удастся формировать только местными кадрами? Да, мы решили пойти по пути выращивать у себя звезд хоккея. Действительно, мы открываем отделение по хоккею с мячом. И уже дети со школьной скамьи будут обучаться в этом центре и двигаться по спортивной лестнице вперед. То есть у нас следующие после детской группы у нас есть молодежка так называемая. А от молодежки уже самые лучшие игроки, которые показывают блестящие спортивные результаты, попадают в команду Суперлиги «Водника». И уже оттуда мы будем представлять Архангельскую область, Архангельск на российской арене. Александр Александрович, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»